Привет всем, с вами Розмитрий Ророшенко и сегодня поговорим о материнском капитале в 2022 году, какие есть изменения, каков размер, условия, в том числе и для иностранных граждан. На текущий момент материнский капитал можно оформить женщине, являющей гражданкой Российской Федерации, если она родила первого ребенка с января 2022 года или родила второго и последующих детей с 1 января 2007 года. Только здесь разница сумма на первого и на второго ребенка и последующих. Разница в сумме. Также материнский капитал может оформить женщина, являющаяся гражданкой Российской Федерации, на третьего и последующих детей, которые родились с 1 января 2007 года, если она также ранее не воспользовалась господдержкой. В том числе это может сделать и мужчина, который является единственным усыновителем второго, третьего и последующих детей, если ранее не воспользовалась женщина этим правом. И по решению суда, значит, вступила в силу решение об усыновлении ребенка, начиная с 1 января 2007 года. То есть, поделился капитал у нас можно оформить по рождению ребенка, первого, второго и последующих. Можно оформить по усыновлению ребенка, также первого и последующих. Здесь права, все в правах равны. Также мужчина, который имеет гражданство Российской Федерации, если он является единственным усыновителем первого ребенка и ранее не воспользовалась правом супруга, женщины, то он тоже может оформить материнский капитал, если ребенок по решению суда был усыновлен с 1 января 2020 года. То есть, процедура усыновления, она возможна с 1 января 2007 года, также процедура усыновления, возможно, с 1 января 2020 года, то есть, по аналогии с рождением. И в данном случае, если мужчина является единственным усыновителем, он может рассчитывать и на оформление данного материнского капитала. Отец ребенка или усыновитель, если он не является гражданином Российской Федерации, то есть, иностранный гражданин, может рассчитывать на оформление материнского капитала в случае, если женщина, которая родила ребенка или усыновила ребенка, является гражданином Российской Федерации, но она умерла, второе, она лишена прав, и третье, значит, она находится вступившую в силу приговор за умышленные преступления в отношении ребенка, то есть, против его личности. В данном случае, и ранее она не воспользовалась оформлением материнского капитала, это может сделать отец ребенка, который является настранным гражданином, и оформить этот материнский капитал на себя и, соответственно, наождевение которого находится ребенок и законопредставителем, которым он является, то есть, отцом или усыновителем. Также материнский капитал может, в принципе, оформить сам несовершеннолетний ребенок, в том числе и обучающийся до 23-летнего возраста, если его родители были лишены прав, либо они находятся в местах лишения свободы, или умерли, то в данном случае и не воспользовались материнским капиталом, он это может сделать и оформить на себя. Для получения сертификата по общему правилу, значит, мать и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Таким образом, из этого мы можем сделать вывод следующий о том, что в настоящее время приоритетное право на материнский капитал имеет женщина, гражданка России, первого, второго и последующих детей. И право же мужчины фактически на материнский капитал, оно производное, право женщины. То есть, если женщина, гражданка России ограничена в правах по различным причинам, то мужчина, в том числе он может быть гражданином России или иностранным гражданином, может рассчитывать на мать-капитал, значит, в отношении своего ребенка или являясь усыновителем ребенка. Сейчас господдержку получают мужчины, которые воспитывают детей, опять же, если мать-россиянка умерла, была лишена родительских прав или, соответственно, находится в местах лишения свободы по приговору в отношении против личности ребенка, было совершено преступление. В данном случае, опять же, мужчина, как я уже повторяюсь и об этом сказал, может рассчитывать на оформление, значит, вот этого материнского капитала. В июне 2021 года Конституционный суд признал еще одно условие. Претендовать на мат-капитал может отец, который воспитывает детей, рожденные суррогатным способом. Возникает вопрос еще у нас. У нас 24 июля 2020 года отменили отказ выхода из гражданства. Вновь, соответственно, принятые в гражданство Российской Федерации, получившие паспорт и сохранившие исходное, например, гражданство в России и гражданство Украины, Соединенных Штатов, Германии и так далее, также имеет право рассчитывать на мат-капитал. То есть, женщина, являясь, фактически сохраняя два паспорта, то есть, три паспорта, может быть, у нее, имеет право и также получить мат-капитал на своих детей, граждан России. Причем, это не требуется отказ, выход из исходного гражданства. Даже если нет регистрации, также можно направить документы на оформление материнского капитала. Сейчас, на текущий момент, в Госдуме есть законопроект от правительства, которое предлагает распространить материнский капитал на мужчин, которые являются отцами или усыновителями детей, в случае их, значит, если эти дети остались без матери. То есть, она умерла, объявлена, значит, или объявлена умершая по решению суда, и не является гражданкой России. То есть, отец является гражданином России, деятелем, например, граждане России, а мать является иностранным гражданином. Вот она умерла, значит, не успела воспользоваться материнским капиталом, то в данном случае отец, как законопредставитель детей, которого мать умерла, иностранка, без гражданства России, также сможет воспользоваться и оформить материнский капитал. Будем надеяться, что в ближайшее время этот закон вступит в силу, и появится еще одна возможность, еще одно основание для оформления материнского капитала. Поэтому иностранные граждане, которые являются носителями русского языка, участниками госпрограммы по переселению, лицами без гражданства, пока вы не приняты в гражданство России, это, я говорю, в отношении матерей, то есть женщин, не получили паспорт Российской Федерации, вы не сможете рассчитывать на оформление материнского капитала. То есть без гражданства России в большинстве случаев, как мы понимаем, оформить материнский капитал нельзя. В том числе должно быть гражданство России у детей. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 9 рублей на второго ребенка. То есть идет индексация со следующего года. Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, накопительную пенсию, матери, товары и услуги для детей и инвалидов, ежемесячную выплату на второго ребенка, который рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. Вот такие условия, друзья, по оформлению маткапитала, и, естественно, основной и общим условием является наличие гражданства у матери ребенка и у детей. Есть ряд исключений, которых мы с вами обговорили, обсудили. Если у вас остались вопросы по уточнению данного фактически выплаты, пособия в отношении матерей, семей, вы можете написать комментарий, и мы с вами еще раз подробно обсудим. Всего доброго вам, на связи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok